Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Сегодня у нас две новости, и обе хорошие. Во-первых, вместо ожидаемого сегодня наплыва подводных хищников, нам дали еще два дня пожить спокойно. Хищники очень опасны. Я уже более пяти дней активно их изучаю, как на практике в боях, так и путем дискуссий с игроками на форуме и других площадках. И уже могу уверенно заявить, что десятка К1 это кандидат на сильнейшую подводную лодку в игре, которая может составить конкуренцию только стальная ГАТО, да и то лишь частично. К1 мне нравится больше. Но внезапно и Л20 оказалась лучшей подводной лодкой на уровне, обойдя даже американского лосося. Ну и премиум подводные лодки восьмого уровня теперь не ясно зачем нужны. Та же С-189 на фоне Л20 мне показалась кактусом, когда я сыграл на ней несколько боев после советской новинки. Хотя раньше С-189 была одной из моих любимых подводных лодок восьмого уровня. Почему так вышло, я подробнейшим образом объясняю и наглядно показываю. Так, что у вас не останется никаких вопросов. Вот эти два обзора К1 и Л20 уже доступны на бусте. Спокойно, без хейта, максимально конструктивно и объективно разбираемся в этих двух превосходнейших аппаратах, которые мне очень понравились при игре на них. Но они настолько мощны и ультимативны, что я рад, что у нас есть еще два дня нормальной жизни. И был бы еще более рад, если бы их вообще не ввели. Штучки мощнее гата, только теперь не за сталь, а общедоступные. Это, на мой взгляд, уже перебор. Или пусть обычным кораблям выдают какую-то мощную штуку, чтобы эффективнее глушить этих рыбин. Но как бы то ни было, раз они все-таки собираются выйти, то их надо изучить каждому, чтобы понимать их слабые места и как за счет них более-менее адекватно противостоять этим хищникам. К примеру, К1 и Л20 – это короли пикирования. Но если не переть на них лоб в лоб, то подлодки не смогут проводить против вас свои самые мощные атаки. Им останется только слабенькая акустика. А это уже совсем другой расклад для вас. В общем, смотрите обзоры, изучайте, и все будет хорошо. Заодно на Бусте недавно вышло крайне полезное видео о том, как сэкономить изрядное количество дублонов при выборе себе премиум линкора за дублоны. Там же максимально откровенные обзоры таких новинок, как Шиль, Алый Гром, Дюпле и непопсовые выводы о том, стоят ли эти кораблики усилий или затрат. Ну а вторая хорошая новость в том, что в игре началось событие с достаточно интересными правилами и хорошими призами. На выигрыш ноутбука, конечно, тут вряд ли приходится рассчитывать, так как для этого мощное везение должно наложиться на не менее мощный скилл. А вот за премиум девятку или хотя бы премиум восьмерку уже вполне можно побороться, так как для восьмерки достаточно войти в топ-40 участников, то есть в топ-20 одной из двух команд. Всего выходит 40. На премиум семерку, шестерку или пятерку шансов уже гораздо больше. Победители ранжируются по наибольшей сумме чистого опыта за 5 лучших боев. Для участия надо всего лишь играть в случайных играх на кораблях 5-10 уровней и суперкораблях, стараясь заработать как можно больше чистого опыта. В зачет пойдет сумма чистого опыта за 5 лучших боев, сыгранных за весь период проведения акции. Как по мне, довольно интересные правила, поскольку они не требуют какого-то лютого задротства. А выбирать, конечно, выгоднее ту команду, где меньше игроков и меньше опыта набили. Так у вас будет больше шансов пробиться наверх. Вчера основная масса игроков была за Орлова, но сегодня утром уже смотрю, команды примерно сравнялись. Так что выбирайте команду по велению сердца и вперед. Халява лишней не бывает. Впереди нас ждет еще много интересного, что скоро обсудим. Так что жмите колокольчики и подписки, чтобы не пропустить. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжедай. Субтитры создавал DimaTorzok